30 лет и 3 года Михаил Владимирович Лубянцев руководит детской школой искусств поселка Рощином, которая работает здесь уже четыре десятка лет. О школе и ее директоре рассказывает наш корреспондент Ольга Цейтлин. Михаил Владимирович Лубянцев человек удивительной судьбы. Получив всестороннее образование в консерватории, где он проучился 7 лет и закончил 4 факультета, овладев не только самыми разными музыкальными инструментами, но и постигнув мастерство хорового и симфонического дирижирования, отслужив после этого в армии, 33 года назад оказался в поселке Рощино. Тогда он полагал, что пробудет здесь не больше года, но судьба распорядилась иначе. Здесь он обзавелся семьей, она у него не маленькая, он с женой, которая, кстати, тоже музыкант-пианист, и пятеро детей. Они, между прочим, тоже все как один музыканты, и многие признанные лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Он и по сию пору трудится здесь директором детской школы искусств. Все те же 33 года. Самое интересное в моей жизни – это музыка. Музыка и дети. Вот больше всего на свете люблю музыкантов и детей, и этим и занимаюсь всю жизнь. Мне очень нравится мое занятие, мои отношения с детишками, мои отношения с музыкой, потому что я беру инструмент, могу взять баян, могу взять скрипку, фортепиано, трубу, домбру, и на всем могу поиграть. И мне это очень интересно, потому что я на всех инструментах учился. У меня замечательные педагоги, увлеченные своим занятием до мозга костей. И они мне передали вот эту увлеченность. И я, как бы, занимаясь вот сейчас всю жизнь музыкой, это же передаю и детям. Музыка и дети. Класс трубы, он такой очень непростой. Там для того, чтобы поставить звук, нужно очень много времени прости. То есть ребята у меня не очень физически развитые, поэтому для того, чтобы они были сильными и здоровыми, очень полезно заниматься трубой как раз. Я думала, для девочки хотя бы там свирели. Михаил Владимирович сказал, труба. Если хотите здоровья, и, в принципе, полезнее труба. Вот мы пришли на трубу. Музыкальное образование – это, в общем-то, привычка трудиться. Это такой хороший, задел на всю жизнь привычка и умение трудиться всю жизнь. Она очень много чему учит, помимо еще развития общего и художественного и так далее. И поэтому мои дети, конечно, стали намного терпеливее, выносливее, трудолюбивее. Кроме того, что он преподаватель, он еще очень хороший психолог. Очень детей знает и занимается, знаете, вот так, чтобы вот пришел и отработал свои вот все детали, там все ноты, а вот именно, чтобы ты расслабился. Он поиграет, угостит конфеты. Ну что, кто хочет конфетку? Я! Подошли и взяли. Молодцы, хорошо. Чтобы сладкая жизнь была такая же, вкусная. И чтобы дома можно было заниматься уже со сладкой надеждой. Мы же в жизни Рощина, и мы все друг друга знаем. Мы знаем эту семью, мы знаем, что у них вот, как детки их росли, они занимались музыкой, там семья просто вот, ну, необыкновенная, конечно. Он родитель, он педагог. У него это вот врожденные, я не знаю, как он их чувствует. Да, 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 ничего, соединяем, пробуйся. От общения с Михаилом Владимировичем я много чего тоже знаю, и он понимает меня. Он хороший педагог, уйти, мне комфортно с ним и весело. Он всегда смеется и никогда не ругается. Не забывай, раскололимся, кисочку спеть, успеть, вот здесь успевать, все, по кончику и успеть. Год назад привела свою девочку в музыкальную школу. Мы пришли сюда не случайно, так как у нас музыкальная семья. Мы очень счастливы, что попали к такому замечательному педагогу, и что у нас есть возможность в поселке получать хорошее образование. Девочке очень нравится заниматься музыкой. Преподаватель очень талантливый, умеет с детьми общаться, просто дети бегут сюда с радостью. Мы с Михаилом Владимировичем занимаемся уже три года, второй класс. Заниматься нам нравится, с большим желанием идем занимаемся. В ребенке заметила очень терпение. Михаил Владимирович прививает очень большое терпение, дисциплину. 40 лет работы уже, юбилей исполняется, но я до сих пор чувствую, что я вот такой же маленький, как эти шестилетние, семилетние мальчишки, девчонки, которые открытыми глазами смотрят на мир. И я вижу, как мои дети когда-то тоже так же начинали. И мы имеем пятерых детей, все они музыканты, все они занимаются музыкой профессионально. Многие из них лауреаты самых разных престижных международных конкурсов. И мы начинали с того, что детки постигали песню, постигали мотив. У меня дедушка, их дедушка, мой папа, был приглашен когда-то в Большой театр, как драматический тенор, и он прекрасно пел. И они слышали, они немного его видели, но все-таки вот удалось его послушать, увидеть. И они, конечно, слышали сразу все, интонацию, тему, мотивчики, слышали интонирование самого голоса. И когда мы услышали, что в три года дети начинают петь, музицировать, то, конечно, у нас сразу встал вопрос о том, что и мы, наверное, их, может быть, должны привести к музыке. Музыка. С музыкой так получилось, что родители не хотели нас учить с детства, но говорят, что я сам в три года начал заниматься. Что якобы я сел за инструмент, начал какие-то гаммы играть, потому что был инструмент, мама все-таки пианистка. И тогда они подумали, что, ну, видимо, надо. Для меня было неожиданностью то, что, оказывается, у нас папа может очень хорошо дирижировать симфоническим оркестром. Поехал я в ЮАР на месяц, и там играл с оркестром, с разными, там, с двумя оркестрами, с разными дирижерами. Были у меня там знакомые. И они говорят, ну, вот ты сольно, когда играл, было хорошо, а когда с оркестрами было как бы, ну, как бы можно и получше. И я еще говорю, ну, там с дирижерами вообще было не договориться. И они, главное, что серьезные люди такие, ну, относительно известные, но главное, что они в возрасте и требуют там уважения. И если я им говорю как-нибудь не играть, например, они как бы, если считают, что надо все равно что-то делать, там какие-то такие замедления, они все равно их делают. И я ничего не могу сказать. И я сам предложил привезти им своего дирижера. И они сказали, ну, привези своего дирижера. И я просто вот как приехал, я спрашиваю, слушай, папа, ты умеешь с дирижером симфоническим оркестром? Он говорит, ну да, я учился, действительно, у таких известных педагогов. И я думаю, ну, давай попробуем. И вот сейчас мы, правда, получается, что за свои средства пришлось там, придется еще очень много заплатить, мы готовимся к настоящему концерту, где папа будет дирижировать в Петрозаводске. Он всегда говорил, что мы самые лучшие дети, а что мы лучше него, и уже давно играем лучше, все понимаем лучше. И я всегда думала, ну, папа, он папа, он все время работает, постоянно все для нас делает, ни в чем никогда не отказывает, даже теперь. оказывает поддержку и моральную, и материальную любую. Наверное, лучший папа. Вот. И скромнейший человек. То есть он преклоняется перед многими музыкантами, вот он услышал какую-то запись, он слушает мозгу, да, вот этот хороший... Никогда о себе ничего хорошего, никогда я не слышала, чтобы он хвалил себя. И никогда я не думала, что он что-то умеет. И даже вот сейчас он должен был дирижировать симфоническим оркестром, и я ему подсказывала, как дирижировать. Я ему говорю, я потому что тоже хожу на курсы дирижеров, и я ему сказала, пап, ну ты, прежде чем общаться с оркестром, ты выдохни сначала, потом палочку вот так надо держать, показала, как палочку держать, как нужно с людьми общаться там. В общем, выходит папа, перед ним первая репетиция, и смотрю, всё гениально, просто здорово. Всё умеет не то, что палочку держать, он держит весь оркестр, он слышит каждый звук, каждую партию, и он понимает мысли каждого человека, это видно, когда он дирижирует, просто шикарно. Я так удивилась, что всему жизни, под 7 лет, я ни разу об этом не догадывалась. Субтитры подогнали Симон. Михаил Владимирович необыкновенно скромный человек. Никогда он не афишировал своих заслуг, а просто честно делал своё дело. Учил рощинских мальчишек и девчонок музыки. Даже в самые тяжёлые безденежные годы старался, чтобы учебный процесс в школе не прерывался. Пожалуй, главная черта моего папы – то, что он является превосходным руководителем. Я это вижу каждый раз, когда приезжаю работать в Рощино, и на нём всё держится. Очень творческий человек, очень целеустремлённый. Так, например, иногда сидишь, думаешь, что делать, вообще устал, не знаю, как быть. Вспомнишь папу, подумаешь, как он вообще работает, что он делает, что он для людей делает, вот своим этим упорством, трудолюбием, постоянной работой. И, ну, сразу понимаешь, что, в общем, жизнь, жизнь хороша, такая, какая она есть. К сожалению, что профессиональная жизнь прошла в классах Рощинской школы искусств, а не в прославленных концертных залах, хотя все предпосылки для этого были, Михаил Владимирович никогда не испытывал. Он убеждён, что у каждого человека своя судьба, и что всё в этом мире не случайно, и что если желание есть, то оно непременно сбудется. Как, например, у него с симфоническим дирижированием, о котором он мечтал всю жизнь. Человек всё может. Я всё знаю, знаю, что человек может всё. Ну, не сразу. Приходит ко мне ребёнок, он сыграл две ноты, сыграл десять нот. И правильно, у меня почему-то это вызывает восхищение. Ребёнок может. Если у меня вызывает это удовлетворение, я уже, понимаете, сожалений не бывает. У меня вообще, в принципе, сожалений никогда не было. Я всегда занимался целеустремлённым, и куда меня поставил либо наш наружный внешний разум, либо Господь Бог, либо моё какое-то согласие со всем этим выбором. Видите, я очень довольно чувствую тонко, куда ведёт меня дорога. И я, в общем, не сопротивляюсь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова